Смотришь новости и удивляешься. Смотрите, 10 декабря 2021 года государственный телеканал Дом заказывает за 12 миллионов социальное шоу в кавычках с Пальчевским. У Пальчевского, вы помните, висели бигборды партия Пальчевского на последних местных выборах. Но так мало где они прошли. И вот планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу о жизни с Андреем Пальчевским. На странице закупки указывается, что компании не хватает развлекательного контента, поэтому было решено приобрести его изготовление. В анализе проекта о жизни с Андреем Пальчевским указывается, что у него воспитательный эффект и социально важный для людей. Шоу возвращает веру в справедливость, помогает открыть правду и найти виновных. Виновных у нас куча антикоррупционных органов и правоохранительных, за что туда десятки миллиардов гривен выделяются, если с помощью телепередачи будут искать. Планируется заказать 60 выпусков ток-шоу по 45 минут выпуск. Заниматься будет изготовлением ООО «Иммаджинариум». Его владельцем является Татаренко, владелец компании «Зе Медиа», которая проводила опрос президента Зеленского на местных выборах. Помните тогда пять вопросов в этих картонных ящичках? «Но люди пишут, какая гоньба, просто жуть, на Скобееву не хватило, за мои налоги охренели совсем. Пальчевский, безусловно, за своими взглядами и за своими деяниями есть враг всего украинского. Это просто донное дно. А Зеленский говорил, что своих возле корыта не будет». Еще вот шесть комментариев. «Это плата за правильные анализы. Пальчевский типовый украинофоб, брехун и извечайная русня, а там украинского ноль». Ну дальше мы биографию его посмотрим. «Пальчевский, выпускник российского военного училища. За правильные анализы кандидатов в президенты нужно рассчитываться. Ну у него там вот эта какая-то медицинская сеть по Киеву, смарт-лаб или что-то такое. И вот это он входит в эту элиту. Ну вот на фотографиях его открыть, вы его видели. Он так интересно рассказывает. Я как-то так на некоторых телеканалах в интернете, вот когда идет прямая трансляция, смотрел передачи. Ну так оно все. Ну это, оно в итоге все оказывается из пустого в порожнее. В свое время его вытянул там государственный телеканал. Лет 10 назад у него была какая-то передача там коротенькая. Вот даже тогда он вел передачу, и у него Гончарук был на передаче «Будущий премьер». Это еще где-то 2008 год или это, вот Пальчевский. А вот Гончарук сидит в студии, видите. Тогда ходил он как не пришей к чему-то рукав по этим студиям. И вот он у Пальчевского был тогда на передаче. Ну вся одна тусовка, видите. Все они повыходили с этого. И вот тут Пальчевский, 61-го года, финансовый директор клиники. Вот видите, Евролаб вот сеть называется. Первый заместитель министра по делам семьи молодежи в 2010-м году. Ну попал в обойму этих управленцев. А они, как говорится, своих не бросают. Был членом российской партии любителей пива. Даже такой российской партии любителей пива. Россияне не могут этим похвастаться. В такой партии состоять. Родился в Киеве дедушка украинец, герой соцтруда СССР. Круто. То у Киевы тоже дедушка-герой СССР. Бабушка-еврейка. А два бабушкиных брата-герои Советского Союза, которые подарили свои сталинские дачи пионер-лагерям. Ну это может обида у него на общество осталась. Что раздарили имущество. Государство отдали. По словам Пальчевского, его дед Тимофей Шпанько работал министром местной топливной промышленности в СССР. Это помните в Кабмине Украины Розенко? Этот молодой полненький. Так у него тоже дедушка был в госплане ОССР. А потом внука, видите, пристроили в этот Кабмин. Ну сейчас я открою Розенко, чтобы вы вспомнили о ком я говорю. Розенко, картинки. Помните вот этого молодого пристроили? Он кругом выступает. Все. И был вице-премьером. Все. Откуда все это? Откуда он вылез? Дедушка работал в госплане ОССР. И все. Они потом, как говорится, своих не бросают. Это вот девушка с Херсона, с нашего города. Как говорится, пробилась туда. Крозенко. Со своим шармом. Так, тут дальше читаем, что баллотировался даже в Государственную Думу он. Вот это да. Я даже такого и не знал. Нифига себе. Так он был и гражданином Российской Федерации. Пищевая Европа. Это вот. Евролаб. Гражданская позиция. Работа на телевидении. Это все за ваши деньги. Эти деньги с бюджета. Это ваши деньги. В 2019-м пора развелась. Воспитывает четырех детей. Вот так вот. Надо проводить честные реформы. В стране. Потому что мы сейчас живем по административно-территориальному устройству. Которое еще было сто лет назад у нас. И вот тут есть вот ссылка про реформу. Изменять нужно все. Изменять соотношение властей. Коллегиальный президент нам нужен. Не единоличное, как сейчас, правление. А ввести по-другому, фактически, парламентскую республику. Надо все проводить. Но это мне, конечно, удивило. Запольчевского. Мало того, что столько денег с бюджета пойдет. Так еще он, оказывается, и в Думу государственную баллотировался. Вообще. Вот так вот оно все бывает. Ну, напишите, что вы об этом всем думаете. Это же деньги все-таки бюджетные. Зачем эти передачи? Они вещают туда на Донецку, Луганск. А какая там аудитория? А смотрит ли вообще тут телеканал? Где отчеты об эффективности расходования денег? Ну, тут, если открыть вот инфографику, что вряд ли когда-то пирамида перевернется, вот это наши выборы. Что все обещают и на пять лет избирать. Избирать нужно на два года в информационный век. Два года и новые выборы. Сократить срок избирательной кампании. У всех, чтобы были одинаковые условия. Одна газета выходит на всех. Там фотография, программа и твоя биография. Все. Больше никакой другой агитации. Сократить до 30 дней всю избирательную кампанию. И раз в два года избирать все советы. Всех уровней. Потому что у нас было шесть президентов. Видите? А ничего так и не поменялось фактически. Значит, надо изменять соотношение вот этих всех властей, ветвей. Платная частная медицина – самый замаскированный вид преступности. Им выгодно, чтобы вы были нездоровыми. Тут еще вот посмотреть. Потому что у нас в бюджете могло бы быть столько денег, что бесплатная медицина была бы качественной не хуже, чем в Европе, в Швеции и во всех странах. У нас столько природных ископаемых. Такая богатая страна, земля. А живем вот так вот. И вот как тут, поверьте, не до сметаны нам сейчас, когда такая сложная ситуация в стране. Это вот в Верховной Раде, видите? Антураж такой. Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать. Вот пускай на телепередачах вот разберут вот эту цитату. Маннергейма. Помните линии обороны Маннергейма в Финляндии? И вот сделают, где деваются деньги с бюджета, что на самой богатой земле, где могли жить лучше всех в мире. Это не пустые слова, а наполненные смыслом. Мы действительно могли жить лучше всех в мире. По уровню жизни. А теперь у нас все так.